Библейский портал экзегет.ру представляет Книга пророка Усия, глава третья, портал экзегет.ру Священник Алексей Волочков из Санкт-Петербурга Итак, что мы знаем о главном герое этого сочинения, начиная от чтения главы третьей? Мы знаем то, что у него есть странная семья, в которой есть жена, имевшая прежде опыт блудодейства, блудница В этом союзе рождаются трое детей со странными именами Израиль, Непомилованная, Немой народ Это была первая глава, об этом нам сообщает Глава вторая рассказывает нам о том, что жена, бывшая прежде блудницей, является таковой же и в браке Она занимается блудодеянием, что вызывает гнев Божий Гнев Божий вызывает красочное описание того, что он хочет сделать, мечтает сделать со своей обидчицей, с изменницей, с преступницей Но все это, как мы уже говорили, являются угрозы, слова, высказанные тем, чье сердце было ранено, расколото и разбито Глава вторая заканчивается радостным описанием грядущего соединения, примирения, в котором восторжествует милосердие и Божья верность Читаем главу третью, продолжение книги пророка Усия Стих первый Господь сказал мне, продолжай по-прежнему любить свою жену-прелюбодейку, которая дает себя любить другому И вот опять снова, понимаете, после измены этой самой жены, какого-то примирения, возможно, или расхождения, развода восторжествовавшего в отношениях Гомере и Иосии Бог говорит, иди и снова люби эту женщину Бог неисправим Бог любит тех, кого он однажды возлюбил Даже если его избранник ведет себя не совсем правильным образом И вот этот урок пытается Бог преподнести, показать на примере Усии Бог поручает ему, иди и по-прежнему, или можно иначе перевести, иди и снова люби жену-прелюбодейку И вот дальше есть объяснение этого поручения Как Господь любит сынов Израиля, а они обращаются к другим богам и любят виноградные лепешки какие-то непонятные Вот вам объяснение этого непонятного поручения, данного Богом Усии Как я люблю их изменников, так и ты должен любить изменницу И в этом отношении, конечно же, это поручение является новозаветным по своему измерению, глубине, пафосу и содержанию Это есть удел людей Нового Завета Любить не благодаря тому, что удобно, комфортно, а вопреки тому, что неудобно, дискомфортно, обидно и болезненно В этом стихе есть странные виноградные лепешки, которые являются выражением нелюбви к богу его народа Израиля, евреев Ну, как комментируют разного рода ученые, видимо, это было ритуальное ядство, ритуальная еда на одном из праздников, посвященных Ваалу Иначе говоря, любить виноградные лепешки символизировало любить Ваала, любить праздники и все эти поганые ритуалы, которые были связаны с этими праздниками Стих 2 Тогда я приобрел ее за 15 шекелей серебра и один хомер ячменя и еще один летих ячменя Вот, тогда я приобрел Бог сказал, продолжай по-прежнему любить Дальше, тогда я, пишет уже оси я от своего лица, приобрел ее Ну, это, есть комментарии на это, которые объясняют нам так, сюжет этой истории Дескать, возможно, эта женщина оказалась в плену, в благовой яме Да, вот, она оказалась в дурной компании и все вернулось худым для нее образом Ее пришлось, ее было нужно выкупать Тогда оси я выкупает ее, виновницу своих бед, выкупает ее из этой, понимаете, вот, долговой тюрьмы Из этой долговой ямы Вот, он выкупает ее и говорит Еще долго ты будешь жить у меня Не блуди, не будь с мужчинами Тогда и я буду твоим Вот это слова покорного, смиренного, скромного мужчины, уже христианина Да, прощения, дарования еще одного шанса, еще одной возможности По-прежнему быть вместе и жить в счастье семейном Читаем дальше, стих 4, глава 3 Это значит, что долго будут жить сыны Израилевы без царя и начальника, без жертв и священных камней, без эфода и терафимов И вот меняется здесь, опять меняется сюжет, меняется фокус, который излагается в этой главе 3 После описания плена этой женщины, ее освобождения, либо, иначе говоря, искупления, выкупа Меняется главная тема и начинается пророчество о том, что однажды и Израиль, и Иудею ждет изгнание Когда их прежняя, знакомая их, им жизнь, она будет резко изменена Итак, что же будет изменено? Чего исчезнет, пропадет из жизни этого народа? Во-первых, кончатся цари, без царей они будут жить Да, это сбылось Однажды у Израиля цари исчезли, пропали Это все ждало и Иудею два века спустя Дальше, начальника Ну, не будет своего начальника, будут руководить и наземные начальники Ассирийцы, вавилоняне, персы, греки, римляне и так далее Без жертв не будет храма, не будет святилищ Не будет возможности заниматься отправлением того самого культа Культа правильного, богоугодного, описанного в книгах Левит, чисел и так далее А вот дальше возникает некоторое недоумение Вот что тут имеется в виду Не будет помимо царей и начальств и жертв В Израиле кое-чего еще Например, священных камней Эфода и Терафимов Самое интересное, что у этих слов есть толкование Особенно у слова Эфод и Терафима Толкование имеется разное Точнее, разное использование этих слов В разных книгах Бетхого Завета Ну, вот пример Вот для примера вам приведу слово Эфод и его значение Ну, все знают, кто Читал какие-то комментарии Там, либо изучал Библию В школе воскресной Что Эфод, это было облачение Элемент облачения первосвященника Какая-то туника Льняная одежда Возможно, какая-то ярко-чистая Белая, вот такая вот Блестящая на солнце Это Эфод И действительно, это правда Очень часто возникает выражение Эфод священника Либо Эфод первосвященника И так далее Но иногда Эфод выступает Как нечто другое Которое нужно не, понимаете, вот на себя надевать А носить И в других местах мы находим то, что Эфод Какой-то непонятный предмет Творение рук человеческих Связанный с поклонением идолам Какое-то нечто, связанное с культом Какой-то предмет Какой предмет? Мы этого не знаем Может быть, связанный с гаданием Бросанием жребьев и так далее И вот какие тут Эфоды Камни имеются в виду До конца мы не знаем Но слова Терафимы Уж точно обозначают Какие-то маленькие Священные статуэтки Связанные с культом Не библейским Уж точно Ну вот Через запятую Указываются Видимо И нечто хорошее Царь-начальник Жертвы И нечто нехорошее Эфод и Терафима Но все это вместе взятое Было связано С той жизнью Которая однажды Должна прекратиться В связи с пленом С изгнанием Тем, что жизни На чужбине Ожидает и северное И южное царство Жители этого царства Стих 5 рассказывает Нам о том Что однажды Изгнанников Лишенных И храма И династии И своего Прежнего образа жизни Ждет примирение Ждет новая Жизнь Где Потрожествует Раскаяние Примирение с Богом И ответные Божьи дары Какие Божьи дары Как описывается Это грядущее Блаженное И доброе Существование Во-первых Восторжествуют Черцы Израильтянина Еврея Такая вещь Как поиск Господа Эти люди будут Господа искать Искать Господа Своего Бога И то, что считаем Мы сейчас Часто довольно Как То, что связано С Может быть Чеславием С гордыней А именно Вопрошание Поиск ответов На свои вопросы Волнующие тебя Для Библии Является Нормальным И допустимым Люди Верующие Бога Ищут Что имеется Ввиду Постоянно Живут Пытаясь Углубить Расширить Своё знание Бога Знание О Боге Эти люди Спрашивают И от Бога Доскуют Себе Ответов Что еще Будет В этом Новом царстве Царстве Где Примирится Изменится Жена Израиль И обманутый Муж Бог В этом царстве Будет Царь Новый Давид И конечно же Евреи Жившие В древнем мире Этого Давида Ждали Это называется Все Мессианские Ожидания Мессия Это и был Тот самый Давид Которого Бог Однажды обещал И он наконец Послал Этого Давида Своему народу Но Евреи И Не поверившие Во Христа Все еще Его ожидают Христиане Своего Давида Давидовича Дождались И мы живем Сейчас под властью Этого царя Доброго царя Доброго господа Из династии Давида Господа Иисуса Христа И будет У них Пред Богом Благоговения И они будут Жить Его Добротой И оканчивается Глава третья Таким вот Мессианским указанием Когда это все будет Тогда В грядущие дни Однажды Бог Мешается в историю И все что тут написано То что обещано Оно Восторжествует Станет частью Нашей реальной Настоящей жизни На этом Оканчивается История Об отношениях История отношений Мужа и жены Осии и Гомерии Бога и Израиля Оканчивается сюжет В дальнейшем Тематика врачная Не будет всплывать В других главах Книги Пророка Осии Но оканчивается Все это Запомним это Раз и навсегда Такой вещью Как Надежда Примирение Прощение Великодушие Милосердие Бога Воистину В любой Из ссор В любом Из споров Бог говорит Последнее слово И В этом слове Есть конечно же Иногда И такая вещь Как Воздаяние Наказание Кара Но там Давлеет Превосходит Это По объему Такая вещь Как Милосердие Любовь И прощение Это была Глава третьей книги Пророка Осия С вами был Священник Алексей Болочков Портал Экзогет 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 Ру Спасибо за внимание Продолжение следует...